Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодняшнее чтение и апостольское, и евангельское содержит главную мысль и призыв к верующим людям, христианам, жить по максимуму. Вот мы видим богатого юношу, который благочестивый, богатый, все вроде хорошо, в Западе соблюдает, и у которого были, вероятно, большие возможности, таланты, и Господь призывает его стать своим учеником. И он отказывается. Быть может, отказывается и потому еще, что у него не было веры во Христа, именно как в Сыну Божию. Ведь во многих случаях, когда мы в Евангелии читаем, обращаются люди ко Христу, «Иисус, Сын Давидов, спаси нас!» Такой уже сразу верует, как Мессию. А здесь он человек деликатный, он говорит, «Утитель благий, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вот есть две психологии жизни, как один наш мудрый прихожанин недавно мне так хорошо сформулировал. Психология выгоды и психология жертвы. Вот жизнь христианская – это психология именно жертвы. Потому что, когда мы говорим, «Боги есть любовь, и нас Господь призывает к любви», то любовь – это именно, прежде всего, это жертва. Это жертва временем, жертва вниманием, терпением, там, переносить то, что может неприятно, там, и так далее. То есть, тоже, все это психология – жертва. В мире психология выгоды. Этому не выгода было делать, не выгоды не было. Но есть еще среднее между этим, как бы, некое теплохладное отношение, о котором говорится вот много в Откровении. «Не холоден, не горячий». Тепел посередине. Вот этот юноша именно был такой, не холоден, не горячий. Он не грешил, не пренебрегал заповеди. Ну и когда уж все, надо отдать свое, все таланты, данные все, тот тоже останавливается, остается где-то посередине. И вот это замечательное призвание жить по максимуму каждому человеку. И вообще, надо сказать, что вся вот эта, по-моему, 18-я глава, да? Вся эта 18-я глава, из которой, нет, 19-я, из которой было сегодняшнее чтение, она вся содержит вот такой же призыв. В сущности, она начинается с того, что книжники задают Иисусу вопрос, по всякой ли причине позволено разводиться с женой своей. А Господь очень сурово говорит, нет, кто разводится, тот прелюбодействует. А как же Моисей вот заповедал, если кто разводится, написать разводное письмо, тихо, мирно разойтись, все хорошо и в порядке. Господь говорит, просто жестокосердию вашему дал Господь такую заповедь. А вначале не было так. То есть и здесь Господь призывал по максимуму сохранять семью. Потому что каждый раз развод – это трагедия на всю жизнь. И для обеих сторон брака, и для детей там, и так далее. И тогда ученики говорят, что тогда лучше вообще не жениться, если так. Не все могут это вместить, кому дано. То есть опять призывается по максимуму. И опять призывается именно вот психология не выгоды, а психология жертвы. И дальше говорится, как бы сопоставляя с этим, о том, что кто является главной жертвой развода, разногласия родителей, говорится о детях. Привозили бы детей, чтобы возложил их руки и помолился. Ученики возбраняли. Иисус сказал, пустите детей, не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых и из Царствия Небесной. Ну вот, ведь отношение к детям тоже требует жертвы. Времени, внимания, терпения и прочее, прочее. В древнем мире ведь к детям отношение было совсем другим. И надо сказать, что христианство принесло как раз колоссальное такое изменение именно в отношении к двум, так сказать, категориям – к женщине и к детям. Женщина так, служанка что-то такое там, помогай мужу, да и все. Нет, высочайшее достоинство. Через женщину в мир приходит Бог. И вот отношение к детям то же самое. Они, во-первых, первые жертвы разводов, а во-вторых, их и Царство Небесное. Почему? Из них доверчивости. Когда к ребенку погладишь хорошо, он сразу с доверием относится. И вот Господь призывает и здесь тоже, по максимуму, вот к детям. Бывает неприятно, кричат, там все на службу принесут, а младенца вот там пищит, прочее, прочее. Как всем неприятно, отвлекает. Вот, ну, конечно, всем лучше приходить к концу, богослуживая, не терзать младенца. Но, во всяком случае, вот и речь идет именно об этом. И в послании апостол Павел тоже говорит о том, что он жил по-максимуму, хотя он себя уничижает, не тареял, зносится. Он говорит, мне как некому извергу Господь явился последним. Там 500 братьев явился, 12 апостол, все хорошо, а мне последним. Но в то же время, он говорит, но я больше всех их потрудился. Без всякого превозношения, и тут же добавляет, но нельзя только, а благодать Божия, которая со мною. И действительно, людям часто кажется, что это невозможно, вот по-максимуму. Это не означает, что надо там все оставить работу, там обязательно становиться священником, и так далее. Это не обязательно. Каждый на своем месте. Строитель, врач, учитель, исследователь, ученый. На своем месте по-максимуму трудиться. И ученики тоже озадачены. Говорят, ну, человеку невозможно, если уж богатый не спасается. Куда нам? А Господь говорит, человеку невозможно, а Богу все возможно. Поэтому не будем бояться вот так жить по-максимуму. Конечно, благоразумно. Конечно, советуюсь. Неплохо всегда, конечно, прежде чем что-то делать, как вот многие благочестивые люди делают, берут благословения у духовника. Почему? Вовсе не потому, что духовник обладает каким-то особыми там знаниями и так далее. Бывает, но не всегда. Но на самом деле, как правило, священник встречается с сотнями судеб, с самыми разными людьми. У него, так сказать, большой такой жизненный опыт, что ли, по примеру других людей. И ему всегда как-то виднее. Поэтому перед какими-то решительными действиями всегда лучше посоветоваться. Вот давайте и подумаем о том, как бы нам строить нашу жизнь, чтобы жить вот так по-максимуму. Потому что иначе, когда человек не хочет там жить, оставаться в тепло-хладном, вот это, к сожалению, как не хотелось об этом говорить, ну что, не держусь. Судьба – позиция нашей нынешней интеллигенции, которая вот у патриарха там часы не такие, дача там слишком большая, то да сё. И вот они из-за этого не приходят к вере. Мы верим-то не в патриарха, а в Христа. Иван говорит, никому не пипят, всё, всем, пожалуйста, все могут читать. А и большинство этих критиков церкви патриарха Иван говорит, не открывали, к сожалению. И задача наша не в противостоянии, так сказать, политическое всё внимание туда. А задача в том, чтобы вот народ наш делает другим. А будет он через нас. Если вся та энергия, которая, так сказать, идёт на обличение, критику, недовольство, гнев и так далее, она направлялась на жизнь по максимуму и веру в Евангелие, с ним возрастать в этом, жизнь бы страны была бы другой. Конечно, это требует огромного времени. Страна наша, не будем забывать об этом, она ведь начала свой христианский путь на тысячу лет позже Европы. И поэтому, конечно, там многие вещи об народе утвердились, вот так сказать, глубже и прочнее. Но это не значит, что мы хуже. Коль скоро нам Господь дал такую огромную территорию, такую прекрасную историю, показал нам в 19-20 веке пример высочайшего уровня культуры российско-образованных людей, российской интеллигенции. Значит, Господь эту страну как-то очень ценит, от неё многое ожидает. И ответить на эти ожидания необходимо. Они так, как по слову апостола, глаза им будут видеть, смотреть и не видеть, ушами слушать и не слышать. А, к сожалению, получается по большей части так. И вся эта кризика, она идёт как оправдание, сказать, почему человек не обращается, вот как этот юноша, нет уж, я останусь при своём богатстве. А между тем, вот призыв Божий, Божий к нам, жить по максимуму. И надо сказать, что у нас появилась замечательная книга, издательство Никея, она так и называется, «Лети высоко». Хотелось, чтобы каждый из вас эту книгу внимательно прочёл и перечитывал. Некого протея Сергия Баранова. Очень просто, легко написано, причём священник-эсправинец из города Орск, отец шести детей, и в то же время настоятель и основатель женского монастыря в этом Орске. Я даже не знаю, где он там точно находится. Давайте вот об этом подумаем сегодня и будем молиться о стране нашей, о народе нашем, особенно вот о просвещенных интеллигентных людях, чтобы они не искали причин, почему они ходят, а открывали Евангелие. Аминь. Аминь.